День добрый, дорогие мои друзья, дорогие мои гости! Я приветствую вас на канале Галины Радости. Для своих новых друзей, я даже не говорю подписчиков, для друзей представлюсь, мне 57 лет, и уже давно я живу в Германии, с 97 года. Друзья мои, сегодня хочу рассказать вам, я вам обещала, что после того, как я вернусь из отпуска, из Омска, в одном из своих видео расскажу, как прошел мой обратный путь. Когда я ехала в Омск, ехала и летела часть, вышло мое подробное видео сразу же после моего прилета в Омск. Я думаю, что там подробно-подробно я все рассказала, как с фирмой-перевозчиками, которые занимаются перевозкой людей из Калининграда в Германию, и назад я добралась до Калининграда, что не было никаких проблем. Рассказала о ребятах, как они относятся хорошо к своим пассажирам, что нам так очень повезло на двух границах, в Польше, в России. Мы долго не задерживались, в общем, как-то досмотр прошел очень хорошо. Ну, в видео я очень подробно все рассказала. Было много-много вопросов. Я постаралась на все вопросы. Если это не было в моем разговоре, то я в комментариях отвечала. Многие просили телефон этой фирмы-перевозчика. Я, конечно, всем с разрешения написала. Многие, оказывается, даже и не знали, что можно до территории России, например, до Калининграда, добраться на, ну, как я так скажу, маршрутное такси, а потом уже купить себе билет в том направлении, как нужно. Можно, конечно, лететь и через другие страны, Финляндия, Турция, но для меня это было как-то проблематично. Раньше мы летали с Сашей, а сейчас я была одна. Я всегда была за его спиной. Он обо всем беспокоился, а одной лететь вот так я не решилась. И поэтому воспользовалась услугами именно фирмы-перевозчиков. И хочу сказать, что услугами этой фирмы я, мои знакомые, мои родные уже пользуемся не раз и всегда остаёмся довольными. Очень такой слаженный коллектив. И водители, ребята, и вежливые всё объясняют. Ну, как-то так, ну, в общем-то, хорошо. Хорошо, поэтому обратный мой путь уже из Омска был в проторенной дорожке. За неделю до того, как заканчивался мой отпуск, я позвонила на фирму, зарезервировала себе место. Надо сказать, что ребята в Германию едут по вторникам и по пятницам, а возвращаются в Калининград по средам и по субботам, если вдруг кому-то это интересно. Так вот, забирают они по утрам из той точки. Вот, допустим, я прилетела в Калининград, остановилась у родных, или там в гостинице. Просто ребятам потом называешь адрес, и они из любой точки забирают. Вот, и когда мой отпуск подходил к концу, как я и сказала, позвонила, зарезервировала себе место. Это было 11 января. Из Омска я прилетела в Петербург. В Петербурге было 3 часа, и затем мой маршрут был в Калининград. Надо сказать, что в Калининград мой самолёт прилетел в 12 часов дня. Вечерних самолётов, ну, как-то так вот получилось, что в такой стыковке, допустим, вот вечером бы я прилетела там или ночью, таких не было, и я прилетела в 12 часов дня. Забирать меня должны были в пятницу утром. И чтобы не оставаться в аэропорту, я, конечно, тоже заранее заказала себе гостиницу, чтобы могла всё-таки отдохнуть и ночь переночевать, а не просто в аэропорту. Так вот, была такая небольшая неувязочка, ну, проблема. Я когда в Калининград прилетела, то, в общем-то, потерялся мой багаж. Сейчас многие люди летают просто с ручной кладью, так как билет именно с багажом приблизительно от 3 до 5 тысяч дороже. И люди, многие летают с ручной кладью. Так вот, когда багаж, как называется эта лента, в общем-то, стали появляться чемоданы, моего не оказалось. Лента остановилась, а где Галин чемодан? Нет. Ну, конечно, я подошла к окошечку, к администратору, так и так сказала, что нет моих вещей. Заполнилось заявление. Ну, видно, это не первый случай, потому что администратор это с пониманием приняла. И тоже спросила, сколько я была в Ленинграде, может быть, не хватило времени, чтобы перегрузить мой багаж. Нет, 3 часа она тоже, ну, конечно, была так вот в недоумении, позвонила куда-то. И потом мне буквально в течение 10-15 минут сообщила, что мой багаж остался в Петербурге по каким-то причинам, и что в течение суток мой багаж будет доставлен. Но это бы все ничего. А я говорю, так ведь я завтра уезжаю в Германию. Как быть с багажом? Ну, тут, ну, что она скажет? Она же его не будет мне присылать в Германию. Ну, в общем, мы договорились с ней, что мой багаж привезут, оставят в гостинице Балтика, где я заказала себе номер. Ну, а там уже мой чемодан должны были забрать знакомые. Я сказала знакомым, что если вдруг им позвонят и скажут, там-то и там-то мой багаж, они бы приехали, забрали. Ну, а потом бы уже вот с этими ребятами, которые занимаются перевозками, отправили бы мой багаж. Ребята вот эти перевозят не только людей, ну, и бывает, что кому-то надо какие-то вещи передать или документы, они тоже этим занимаются. Ну, вот, я приехала когда в гостиницу и администратору, теперь уже в гостинице тоже говорю, что так и так, может быть, ночью, может быть, завтра в течение дня, когда меня уже здесь не будет, поступит мой багаж. Позвоните, пожалуйста, вот по такому-то, по такому-то телефону приедут люди, багаж мой заберут. Ну, вот, девушка тоже такая говорит, хорошо, хорошо. Ну, в общем, я получила ключи от своей комнаты. Ну, сказать, чтобы я там вот была в панике, нет, конечно, такого у меня не было. Но раз так случилось, я все равно, наверное, не первая и нагнетать вот... Я знала, что я ничего изменить не могу, и сейчас, если я буду, я еще на нервах, до завтра меня будут забирать, ну, и как-то так, ладно. Дочке в Германию позвонила, говорю, Дианочка, так, так, багаж ему не приехала, она мне говорит, ну, мама, ну, ладно, не расстраивайся, это же только багаж, найду твой багаж, ну, и отправят. Я говорю, ну, да, как быть, так быть. Ну, в общем, вот так вот получилось. Я расположилась в комнате гостиницы Балтика. Мне тоже как-то все понравилось. Для меня главное, чтобы было все чистенько, аккуратненько. И вот гостиница, в общем-то, соответствовала тому, что я хотела. Если хотите, я озвучу, сколько стоит номер гостиницы, средний номер, да, я сейчас говорю, стоит две триста, чтобы вы знали, если кто-то вдруг останется, остановится или предстоит остановиться фирмой в гостинице Балтика, города Калининград. Вот. Я расположилась. А что располагаться-то? Со мной была только дамская сумочка. Все-все вещи мои были, конечно, в чемодане. Ну, вот так. Так, и потом буквально, наверное, где-то я приехала в гостиницу, было два часа дня, а в шесть вечера мне позвонили из аэропорта и сказали, что завтра в течение дня опять же курьер доставит вам багаж, что он сейчас находится в Калининграде, в аэропорту. Я, конечно, сказала, ну как так в течение суток, я завтра утром уеду. Ну, девушка опять сказала, что курьер, конечно, постарается, но не обещает. Ну, вот так. Ну, ладно. Потом буквально проходит минут, наверное, тридцать, и водитель с теми ребятами, с кем я должна была завтра утром поехать, вдруг мне набирает мой номер, звонит и говорит, Галина, я завтра не в шесть часов утра приеду, а приеду где-то между одиннадцать и двенадцать дня. Отдыхайте. Ну, вот, видите, я даже не знаю, как это объяснить, что как-то так всё совпало. Я думаю, ну как хорошо, что и не утром рано меня заберут, а вдруг в течение вот утреннего часа как раз мой багаж-то и привезут. Ну, в общем, как-то так всё совпало, я не знаю. Только я с Дмитрием поговорила, это водитель. Буквально в течение часа опять звонок. Галина, я курьер, я везу ваш чемодан в гостиницу. Через пару минут буду. Ну, в общем, я получила свой багаж вечером этого же дня, слава Богу. Всё было на месте. Только он был весь у меня так обклеен какими-то наклеечками, проверено, не проверено. Ну, в общем, весь мой чемодан был вот такими наклеечками обклеен. А курьер потом говорит, а на крышке чемодана была вот такая вот картиночка и сердечко. И водитель говорит, не водитель, а курьер говорит, ну, а вот это я, говорит, даже не знаю, что это такое. Я говорю, ну, наверное, это как компенсация за то, что мой чемодан потерялся и вот теперь доставили. Ну, во всяком случае, я получила свой чемодан, была очень, очень, конечно, рада. Ну, вот, как-то так всё. В общем, а потом я сходила поужинала в ресторане. Можно и покушать. Ресторан работает в течение всего дня до 23 часов вечера. Это снова я рассказываю для тех, если вдруг кто-то остановится в гостинице Балтика. Я немножко покажу вам, как выглядит эта гостиница. Кое-что так, какие-то моменты сняла. Показывала вам в одном из своих видео, какой замечательный, какой вкусный супчик я такой ела в хлебном горшочке. В общем, как-то так всё нормально. И вот утром я встала, позавтракала, в 11 часов сдала свою комнату. Водитель позвонил, что он сейчас подъедет к 12 часам гостиницы. Ну, вот, как-то так вот этот отрезок я вам хочу рассказать, что вот так это всё прошло. Ну, значит, выхожу из гостиницы, водитель мой багаж в багажник там складывает, убирает. Я сажусь и слышу, мне говорят, тётя Галя, здравствуйте. Я обворачиваюсь, смотрю, очень хорошая моя знакомая со своими детками. Ну, и вот такое вот совпадение. Она говорит, а вы выходите из гостиницы? Думаю, ой, тётя Галя идёт. Ну, и вот было тоже так интересно. Это всё, что не договариваясь, мы вот встретились. И маршрут наш, значит, на Польшу. Мы когда подъехали к Калининградской границе, здесь вот к русской, к российской, к русской границе, впереди нас тоже было всего три автомобиля. Это всё быстро прошло, таможня. Ну, в общем, как-то всё тоже хорошо. И на польской границе. Досмотра багажа как такового, чтобы все сумки, чемоданы вскрывали, тоже не было. Один чемодан попросили у кого-то из пассажиров посмотреть, и всё. И получается, в течение полутора часов мы прошли две границы, таможню, досмотр и по Польше. Ребята, когда едут по Польше, тоже останавливаются каждые два часа, около, ну, где-нибудь на заправках или в кафе мы могли поесть, и горячее поесть, кофе купить. Ну, как-то так. И постоянно спрашивают, нужно ли остановиться, не нужно ли. Ну, в общем, как-то всё прошло и в этот раз хорошо, с Божьей помощью, с вашими молитвами. Потому что я очень-очень верю в то, что когда мы друг другу желаем счастливого пути, то проходит всё более-менее хорошо. Спасибо вам большое. И получается, что ровно 12 часов с момента, как мы прошли таможню на российской границе, затем польская, и по Польше, и до нашего города, вот, привезли прямо до моего дома, прошло ровно 12 часов. Всё очень благополучно. Конечно, в Германию нас привезли, вот, в наш город первыми фульду, было ещё 4 пассажира, ну, а потом уже пассажиров других они развозили. В общем, от Калининграда до нашего города 1200 километров. Вот так. И ещё хотела сказать, если вот я, может быть, сейчас всё это так сумбурно рассказываю, или, ну, не знаю, если вдруг у кого-то из вас возникнут какие-то вопросы, я постараюсь всем ответить, если вдруг кому-то понадобится телефон фирмы-перевозчика, я тоже напишу, потому что, вот, начальник, шеф ли этой фирмы, они дали мне разрешение оставить номер телефона тем, кто спрашивает. Вот так. Конечно, можно лететь через другие страны, но, как я вам уже сказала, что я была одна, я просто не решилась. И в следующий раз, если, дай бог, дай бог, буду здорова, свой отпуск, я полечу, поеду на родину, в Омск, и также буду, воспользуюсь, вернее, услугами этой фирмы-перевозчика. Вот так. Так, потому что, ну, действительно, многие, оказывается, не знают, что существуют ещё вот такие фирмы. Это не единственная, конечно, фирма. Если задать в интернете, то много как-то так вот появится, ну, как реклама вот таких вот фирм. Ну, так как эта фирма уже нами проверенная, то я могу рекомендовать этих ребят и дальше. Конечно, это не значит, что вот свою работу они делают хорошо, с пассажирами, ну, в общем, хорошо. Но уж как будет на таможне, сколько предстоит стоять, это уже зависит, конечно, не от ребят. Бывает, если впереди много машин, то это может и растянуться. Но вот и в прошлом январе 23-го года, когда мы с Сашей были в Омске и тоже воспользовались услугами этой фирмы, нам как-то так прям, ну, просто повезло, что мы нигде не задерживаемся ни туда, ни обратно. И в этот раз, когда я и туда ехала, и обратно, в общем, все как-то так хорошо. Ну, вот только что небольшая такая неувязочка с моим чемоданом, ну, это ничего страшного. Я не делаю из этого такую трагедию. Я знаю все равно, что чемодан бы мой нашелся, только, конечно, было жалко, что пришлось бы заново ребятам, конечно, платить за то, что доставка произошла бы моего чемодана. Да, я еще хотела сказать, что билет, вот, допустим, от моего дома до доставки в Калининграде, аэропорт, вокзал, гостиница, куда вы скажете, туда ребята и привезут. Стоимость билета была 200 евро в один конец. Я туда 200 заплатила и назад. А билет из Екатеринбурга, говорю, из Калининграда через Питер на Омск в оба конца я заплатила 36 тысяч рублей. Ну, это так, чтобы приблизительно могли как-то ориентироваться. Ну, что еще хотела сказать? Ну, я вам обещала рассказать вот про этот свой путь. Ну, и так вот рассказала. Я очень, ну, конечно, рада тому, что я свой отпуск провела в Омске. Я встретилась со всеми, с кем хотела. У меня там тоже были, конечно, еще и дела. Я съездила в район, это 300 километров от города Омска, где похоронены Сашины мужа моего, родители, бабушки, родные. Я Саше обещала, что я поклонюсь его родителям. Я это сделала. Я четыре дня остановилась у родственников наших. Это Сашины дядя с тетей. Я отдохнула там душой. Многие смотрят видео, где вот Саша, Сашин брат, Максим, ну, вот, поют свои песни. В общем, как-то так. Вот. Мне сейчас как-то немножко легче, что я все-таки там была. И вот самое главное для меня было съездить к Сашиным родителям. Я там рассказала Саше, а здесь, когда уже вернулась, наоборот, рассказала Саше о том, как я съездила. Ну, что еще вам сказать? Дни, которые я провела в Омске, на родине, конечно, это были благодатные для меня дни. Для нас, Саши, самый главный отпуск всегда был на родине, в Омске. И мы вместе всегда летали. Ну, вот в этот раз я одна. 31 января моему мужу будет вот полгода, как он ушел. Сейчас он в другом мире. И Царствие Ему Небесное. А вас, мои хорошие, я еще раз хочу поблагодарить за ваши молитвы, за ваши добрые слова, за ваши комментарии. За все то, что вы желаете мне и моей семье. Хотела сказать еще тоже своим вот новым подписчикам, что мой канал скоро, да, в апреле будет 3 года, как существует мой канал. Он еще не такой большой, развивается не быстрыми темпами. Ну, я считаю, что это не так и важно. Если вам кому-то интересны мои видео, я хочу попросить вас, чтобы вы писали комментарии, которые я очень-очень люблю читать. Спасибо вам большое, что вы делитесь своими историями. Значит, вы мне доверяете. Я вас очень-очень за это благодарю. Хоть и просмотров немного, но я считаю, это мое мнение. Я считаю, что если даже несколько человек поблагодарили, ну и сказали, что посмотрели видео, где-то улыбались, где-то душой отдохнули, а я в основном делюсь радостями, своими маленькими радостями, то я уже тоже счастлива от того, что вы улыбнулись. Конечно, каждый из нас хочет, чтобы канал развивался, ну, немножко побыстрее, или чтобы смотрели видео. Ну, как есть, так есть. А я всем, кто смотрит мое видео, очень-очень благодарна. Всех вас обнимаю. И еще раз говорю, что если кому-то что-то не ясно было про то, как я вот сейчас рассказывала свой маршрут из Омска в Германию, задавайте вопросы, спрашивайте, потому что как-то сегодня немножко у меня вот, ну, и концовочка вот так сумбурно, ну, что-то нахлынуло меня в раз, как-то так раз нахлынуло. Вот, а Саша вспомнила, как-то так. Саша, конечно, он всегда со мной. Вот. В общем, как-то так. Будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы, пусть будет мир. Мир, пусть будет благодать в ваших семьях. Храни вас всех, Господь. А с вами был канал Галины Радости и я, ваша Галина. До скорой встречи, мои дорогие. Добавляйте я, ваша Галина.